Подведены итоги конкурса «Параллельная новинка года», который сайт Автору провёл при поддержке телеканала Автоплюс. В голосовании приняли участие больше 133 тысяч человек, которым предложили выбрать самую интересную новинку, которую поставляют к нам в Россию в рамках параллельного импорта. Пятое место досталось хорошо известному в России кроссоверу Mitsubishi Outlander. Ему отдали предпочтение почти 10% голосовавших. Причём это машина нового поколения, которое создавалось в процессе перехода марки под крыло альянса Renault-Nissan на общей платформе CMF. Четвёртое место с минимальным отрывом получил баварский электрокроссовер BMW iX, впервые представленный в конце 2020 года. Среди его достоинств интересная внешность, отменная динамика и запас хода, который может достигать 470 км. Третье место с 13% голосов занял куда более народный Kia Sportage. Эта модель даже успела попасть к официальным дилерам не параллельным, а обычным способом. Так что перейдём ко второму месту, на котором обосновался Lexus LX. Тот же любимый многими Land Cruiser, но с премиальным лоском. А теперь победитель. Первое место в конкурсе «Параллельная новинка года» занял Range Rover. И что самое интересное, занял безоговорочно. Породистый британский внедорожник не просто получил 18% голосов, но и с самого начала конкурса выбился в лидеры и никому ни разу первого места не уступил. Напомним, что принять участие в голосовании мог любой желающий. Если вы не успели этого сделать, не расстраивайтесь и следите за сроками проведения следующего конкурса. Собственный конкурс на лучший автомобиль есть, разумеется, и в США. Полное его название довольно длинное, так что проще использовать аббревиатуру Nectoy. В этом году лучшей легковушкой американцы признали новый лифтбэк Acura Integra, представленный около года назад. Ему удалось опередить спорткар Nissan Z и электроседан Genesis G80. Лучшим кроссовером стал электрический Kia EV6, который отличается не только стремительным обликом, но и вполне соответствующей ему динамикой. Ну а лучшим пикапом традиционно стал любимый американцами фордовский грузовик. Вот только с одной оговоркой – это Ford F-150 Lightning. Как можно догадаться уже по названию, тоже электрический. Более того, в голосовании он обогнал еще один электрический пикап – Lordstown Endurance.